Приветствую. Ну что же, давайте разберём сегодня вопрос, касающийся того, что делать, если вот живёшь с бабочками, с престарелыми людьми, вот, решаешь их проблему, значит, проработаешь, чтобы жить их жизнь, вот, тебе никуда нельзя, ты как клетки, вот, и, соответственно, хочешь вроде бы жить свою жизнь, вот, но вот как-то вот не получается. Смотрите, во-первых, нужно сказать, первое, что нужно сделать, это, собственно, тот эмоциональный или психоэмоциональный, как, вероятно, было бы лучше всего сказать, массив, который имеет место, то есть человек, как оказался в этой ситуации, ну, вообще. Ну, вы же понимаете, что не случайно. Здесь либо чувство вины, либо, значит, какое-то такое вот авторитарное мнение, ну, я имею в виду, я имею в виду авторитарное мнение именно, вот, у кого-то старше, да, вот, под которое, ну, под которое вы, ну, типа, может быть, слово, слово прогибаетесь, да, было бы неприятно, но, вот, как бы, кто-то сказал, да, вот, ну, какой-то человек сказал вам, например, что, вот, ну, делать нужно так, и вы делаете так, как человек сказал, вот, то есть, ну, вот, это, это, в первую очередь, то, что мешает, когда, вот, нечего, ну, противопоставить, как бы, нечего противопоставить тому, что говорят люди, которым, как-то, кажется, что они знают лучше, как жить. Понимаете, да? Поэтому я думаю, что первый вот этот момент, из каких чувств вы оказались в этой ситуации, и вообще, вот, вам, вам в этой ситуации, ну, вот, самой, чего хочется? Чего не хочется? Вы делаете для кого-то, то, что делаете, и в каких чувствах, это что за чувства? Это любовь, это забота, это желание быть хорошим или хорошим. Что вами движутся? Движутся, это первое. Второе. Вы говорите, вы говорите, я хочу жить своей жизнью. Ну, хорошо. Хорошо. Все. Вы хотите жить своей жизнью, замечательно. А это, это как? Ну, вам нужно ответить на этот вопрос. Это как? Как это жить своей жизнью? Вот, вот, конкретно. Вот, конкретно. Прямо, конкретно, 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 ну, буквально. Потому что, если вы не ответите себе на этот вопрос, если вы не увидите, как это вообще жить своей жизнью, вот, то вам будет очень сложно, а все разговоры про то, чтобы жить своей жизнью остаются только разговорами. Вот, потому что вы здесь обобщаете, когда вот люди говорят, да, что хочу жить своей жизнью и так далее. Или вот, когда говорят, там, например, что делать, вот, либо все оставить, да, там, вот это вот. То есть, такие вот очень, очень общие, получается, фразы здесь очень общие. Категории, вот, которые, к сожалению, к сожалению, к себе ничего не несут, эти общие категории. Это самое, самое печальное, вот. Потому что нужна конкретика, а конкретики нет. Вам что в жизни интересно? Может быть, вам ничего, может быть, вам ничего в жизни не интересно? Может быть, вы вот, ну, для себя вот в такой ситуации оказались, вот, в которой вы оказались. Вот. И вам ничего в жизни сейчас, на данный момент, не интересно. Вот. Вы, конечно, с какой-то свободой хотите, потому что видите, как, 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 ну, другие люди живут, да? Вот. А как это не понимаете? И вот вас метают из одной крайности в другую, то я хочу своей жизнью жить, то я буду доживать жизнь кого-то, вот. То я оставлю все, оставлю все, да, и вот, значит, что все оставлю, как все оставлю, непонятно. Ну, правда, ну, непонятно. Вот. Вот. Поэтому я бы рекомендовал, конечно, переходить немножечко в более такую плоскость детализированную. Вот. И более конкретно, значит, говорить, вот, что, что мне нужно, вот, если я, там, допустим, ну, не знаю, хочу посмотреть фильм, например. Да, вот, сходить, ну, сходить, в кино, например, хочу, вот, да? Что для этого мне нужно, чтобы сходить в кино? Сколько времени нужно, там, чего там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То же самое касается всего остального. Вот. Вот. И я думаю, что это приведет к аккумуляции ваших ресурсов. Вот. Ну, конечно, конечно, не сразу, само собой, да? Вот. Потребуется время какое-то, но я думаю, что это вполне способно привести вас к этому. Да. Кто-то, кто-то говорит, что нужно сепарироваться, то есть отделяться. Это правда. Это правда. Физически отделиться лучше необходимо. Вот. И жить именно на своей территории очень важно. и крайне для вас. И это первый шаг. Никого не надо бросать. Никого не надо оставлять и прочее. Просто вы хотите иметь свой угол, где вы сами хотите быть хозяйкой. Хозяйкой. Вот. Понимаете, да? Ну, как-то так. Чувства вины, которые вам мешают, это все сделать. Вот. Помимо. От того, о чем я сказал вначале. Можно прорабатывать. Чувство вины прорабатывается. Тут как бы, ну, сложности в этом нет. Вот. Чувство вины прорабатывается с психологом. Вот. И ответственность становится легче. Ну, вот. Еще я рекомендую вам, я рекомендую сделать что? Определить чувства. Определить чувства к бабушкам, например. Ну, вообще. К родственникам. Ну, вообще. К родственникам. А. Какие у вас чувства к ним? И что вы делаете именно из этих чувств? Вот. Попробуйте на этом акцентировать свое внимание. Помимо всего прочего. И попробуйте оставить только, только это. Как-то так. Я думаю, я думаю. Всего самого доброго. Надеюсь, это было полезно и интересно.